Авторадио представляет программу «Народ хочет знать». Самые острые проблемы, оперативная информация, версии специалистов, мнения слушателей. Всё это в программе «Народ хочет знать» на Авторадио. Доброе утро, дорогие друзья, на часах 10-20. И в эфире Авторадио Биробиджан, программа «Народ хочет знать». В студии Игорь Сукачёв. И сегодня с нами на связи педагог детской музыкальной школы, студентка Биробиджанского колледжа культуры и искусств Светлана Мацнева. Доброе утро, Светлана. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Светлана. Для начала расскажите, как давно вы преподаете и как вы пришли вообще в эту трудную профессию педагога музыки? Ой, ну, я должна сказать огромное спасибо родителям, что они в 4 года меня привели в заслуженный коллектив «Еврейско-фономная область» и образцовый ансамбль русской песни «Младовка» Ермакова Анастасии Геннадьевой. Спасибо им огромное, что они привели именно в этот коллектив, именно к Анастасии Геннадьевой. Вот. То есть я вступила в коллектив, я поступила в музыкальную школу в первый класс, и когда был седьмой класс, то есть выпускной класс, я поступала на образование семилетней. Встал вопрос, на какую же профессию я пойду обучаться, тем же я буду в будущем работать и так далее. И здесь я поняла, что если я сейчас уйду с музыкальной школы, то мне будет этого очень не хватать, моего родового коллектива. То есть я до такой степени люблю, обождаю музыку и тем более народный вокал, народную песню. Поэтому я поняла, что все-таки я буду поступать в Пробиджанский колледж культуры и искусств на длине сольное и хоровое народное пение. И в будущем я буду педагогом, вокалу, по хору. То есть я не знала, кем же я все-таки буду. Вот. Так, конечно же, я уже твердо стою на своем пути и уже знаю, чего я хочу. А вот расскажи, а помогает ли такой богатый опыт нахождения в коллективе в работе с детьми? Да, конечно же, помогает. Я вообще стала работать в музыкальной школе со второго курса. И уже год как, с 2019 года у нас открылось отделение на базе, не отделение, а платные услуги, правильнее сказать. Платные услуги ладушки. Почему ладушки? Потому что у младушки должны же быть ладушки. Все очень складно, все очень гармонично. Это детки занимаются у нас с трех до пяти лет. И, конечно же, мне очень помогает мой опыт 15-летней в коллективе. И я смотрю, как Анастасия Геннадьевна преподает и преподавала занятия, уроки, вокал, хоры. То есть мне это очень помогает. Я смотрю на ее методику, на ее отношение к детям, на их общение. То есть стараешься равняться на нее, да? Да, конечно. Это мой учитель. Игромное ей спасибо. Замечательно. А вот ты сказала про программу ладушки. Я как понимаю, это государственная программа в музыкальной школе, да? Ну да. То есть это в музыкальной школе, вот мы открыли первый год, пока мы только пробуем эту программу. То есть эта программа направлена на то, чтобы подготавливать детей к поступлению в музыкальную школу. Неважно на какое отделение. Это хор или это наше же даже отделение фольклор, или это гитара, или это фортепиано. То есть дети смогут поступить на любое отделение, потому что мы не только поем, мы еще и изучаем сольфеджио, то есть это ноты, ритм. Мы поем. Обязательно мы выступаем на концертах, чтобы дети раскрепощались, чтобы им не было страшно потом выходить на сцену, чтобы они не боялись. Вот. То есть и в нашу музыкальную школу уже вот начинается, начинается сбор заявлений с 15 апреля по 31 мая. То есть родители пишут заявление и отправляют на почту музыкальной школы. То есть это в интернете можно найти, музыкальная школа города Биробиджан, у нас есть официальный сайт, и там есть все контакты, и в том числе и почта наша. То есть мы будем рад видеть и детей, и их родителей, и слышать. Вот, в общем, мы очень ждем вас. Друзья, вот, обратите внимание, что музыкальная школа набирает даже самых маленьких детей. Самых маленьких. От какого это возраста? Трех лет. Ну, вот у нас потеряние, да, с трех лет. Вот, замечательно. Какая хорошая программа. Надеюсь, что в следующем году тоже наберете достаточно детей, и хорошие у вас будет такая... Ладушки будут расширяться. Ну, и не только Ладушки, и остальные тоже музыкальные инструменты, все эти классы тоже будут полны маленьких детей. А вот сейчас вся учебная деятельность производится дистанционно, то есть с помощью компьютеров, оборудованных веб-камерами. А как проходит образовательный процесс у юных музыкантов? Ну, у меня в группе, да, как бы, еще ансамбль или коллективом, это как бы сложно, потому что мы только первый год и запробуем, как бы, у нас группа. У нас 8 человек, и поэтому для видеозвонков это очень тяжело будет и детям, и для меня. Поэтому я подумала, что каждый, вообще каждый человек, каждый ребенок индивидуален. У кого-то что-то больше получается, у кого-то что-то меньше получается. И поэтому я занимаюсь не индивидуально. То есть то, что не получается у каждого ребенка, мы делаем акцент на это, чтобы ребенок отрабатывал. Например, это изучение нот, или же это ритм, то есть обязательно, или же это текст, да, у кого-то плохо запоминает текст ребенок. То есть мы отрабатываем, помимо той программы, которую мы продолжаем изучать по классу, то есть приведет больше акцент на то, что у детей не получается. Как бы вот так. А вот есть какой-то пример заданий? Да, конечно же. В музыкальной школе у нас есть очень много камушков, большие, маленькие. То есть детки выкладывают их и хлопают ритмы. Вот, так как у меня нет здесь дома ладонцев, да, я вкладываю рожки. Большие, маленькие, тоненькие, толстенькие. То есть детям это очень нравится. Они говорят, начинается урок с того, что первое, здравствуйте. А у нас сегодня будут рожки, макарошки. То есть это обязательно. Рожки, макарошки у нас на каждом занятии присутствуют. Неважно, если мы лепим, из соленого теста или из пластилина. Вот. Также у меня есть карточки, это ноты обязательно. Мы говорим скороговорки, чистоговорки, чтобы у детей была четкая дикция. Вот. Проговаривание R обязательно. Потому что сейчас вот именно тот возраст, когда нужно это все вырабатывать. Вот. То есть все, что во всем у нас есть, все, что мы делаем на днях, то мы делаем и на дистанционном обучении. То есть обучение нисколечко вообще не... Не изменилось, да? То есть оно такое же. А тяжело ли обучать детей, не имея физического контакта? Да, конечно же, это и тяжело. Но есть здесь как бы и свои плюсы, и свои минусы. Плюсы в том, что дети более самостоятельные. То есть меня рядом нет, и родители не знают, что там они хлопают, что означает большая макарошка и маленькая макарошка. То есть дети рассчитывают только на себя. То есть они это хлопают самостоятельно. То есть на так же и с нотами. То есть я не могу подсказать, когда я держу эту карточку возле камеры, я выглядываю правильно, или ребенок хлопает. То есть я не могу подсказать ребенку, как это хлопать, да, и так далее. То есть он сам предоставлен сам себе, скажем так, да? Да, 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 да. Вот. Но дети свои минусы, то, что нет физического контакта. То есть я не могу успеть с детьми, потому что видеозвонок, он запаздывает. Или звук, или видео, или прекращается, зависает. То есть вот это очень огромный минус. И поэтому мне приходится подстраиваться под детей. То есть они сами начинают петь, и им дают тон, они сами начинают петь. И потом, когда ребенок только допоет, я только тогда могу что-либо сказать. Ну, то есть как бы вот так. Ну, а какая вообще есть обратная реакция у детей? То есть им нравятся такие уроки? Да, конечно же. У нас на каждом занятии присутствует какое-либо животное. И на дистанционном обучении, и на обучении, ну, в музыкальной школе на занятиях. То есть это лягушка, лисичка, зайчик-попрыгайчик, волчок. То есть вообще бабушка или колобок обязательно. Вот. И ради того, чтобы лягушка им проквасывала. Квас, ты молодец! Ой, они просто готовы вообще все сделать для этого. Вот. И для своей оценки, которую им ставит или лисичка, то есть так же или там лягушка обязательно. То есть даже в три года дети получают оценку? Оценивается, да, обязательно, да, да, да. Вот. Мотивация какая хорошая. Родители, я вас прошу прислушаться, что вот какая хорошая программа реализована в детской музыкальной школе. Да. А вот, Свет, ты сама являешься студенткой. То есть видишь дистанционное обучение с обеих сторон. А как проходит именно вот твоя учеба? То есть в колледже? Ну, моя учеба проходит довольно-таки, ну, тяжело, потому что помимо того, что я должна выполнять издания, которые нам присылают руководители, педагоги, мы должны еще параллельно готовиться к выпускным экзаменам, к госэкзаменам. Вот. К сожалению, то, что так как сейчас карантин, мы не можем подойти к педагогу и там что-то да спросить. То есть мы полностью самостоятельно подготавливаемся к гостам по теоретическим предметам. То есть это методика и так далее. Вот. А простые занятия, да, у нас, нам присылают домашние задания на почту или на дневник.ру. Вот. То есть мы выполняем и отправляем педагогам. Вот. Вокал же у меня проходит по видеосвязи. Ну, то есть тоже здесь есть свои плюсы и минусы. Плюс огромнейший в том, что когда я нахожусь на вокале в колледже или в школе музыкальной, то есть Геннадьевна Ермакова мне сама компонирует, я просто только распеваюсь. А здесь мы сделали очень хитро. Так, так, так. То есть Геннадьевна просто слушает меня, а я себе играю на фортепиано, пою. То есть сразу сцепляет три предмета. Вокал, фортепиано и сальфеджо. То есть педагог в данном случае отдыхает, да? Он просто слушает. Да, мне это очень помогает и развивает. А вот помогает ли тебе опыт вот в дистанционной учебе, при самой учебе опыт педагога? То есть как ты, может, что-то для себя такое нашла, что ты понимаешь теперь как педагогам в этой ситуации? Да, ну, потому что я общаюсь с Геннадьевной по видеосвязи, и я смотрю, что, ну, как бы, в том плане, что я взрослая, да, а дети маленькие совершенно. И так как мы общаемся с ней, и как бы, как она общается с детьми, например, хор, это, да, когда она собирается какие-то коллекции, ну, небольшие группы, конференцию, да, в видеозвонках. Да, конечно же, я вижу это, и я как губка впитываю, мотаю себе на ус, вот, обязательно. То есть нужно не только быть мягкими с детьми через дистанционное обучение, но нужно быть, как бы, и строгой. Ну, конечно, да. Поэтому, чтобы дети слушались, это я поняла, когда прошло первое занятие, конечно же, дома обстановка такая, диван, игрушки рядом сидят, то есть, ну, дети, некоторые были не так внимательны, как бы, были очень рассеяны. И на втором занятии они поняли, что это точно такое же обучение, ну, и плюс я себя, ну, вела чуть-чуть по-другому, вот, с этими детьми, и поэтому, как бы, у нас все получилось. Вот, поэтому, как бы, вот так. Так что не нужно расслабляться ни переговорам, ни ученикам. Вот, вот, правильно. Ну, Свет, можешь еще раз проанонсировать набор, который будет проходить в музыкальной школе на вот эти госпрограммы, которые у вас есть? Да, получается, начинается у нас сбор заявлений с 15 апреля по 31 мая. Нужно зайти на сайт официальной музыкальной школы, найти в контактах почту музыкальной школы и отправить на почту это заявление. Вы можете отправить на любое деревение, на фортепиас, на гитару, там все прописано, абсолютно все есть на сайте. На фольклор, на академический хор, там все присутствует, все есть, и даже, по-моему, есть даже образцы заявлений, я так не помню, не так умница. Вот, поэтому можно просто там посидеть на сайте, можно все-все-все найти. Отлично. Спасибо большое вам, Светлана, за эту познавательную беседу. Много сегодня нового узнали, как осуществляется все-таки, как у нас работают педагоги в таких условиях дистанционного обучения. Огромное спасибо вам за эту беседу. Было очень приятно пообщаться. Да, спасибо большое. До свидания. Друзья, я напоминаю, что сегодня гостьей программы «Народ хочет знать» стала педагог детской музыкальной школы, студентка Биробиджанского колледжа культуры и искусств Светлана Мацнева. А завтра в эфире программы «Народ хочет знать» будет руководитель управления Роспотребнадзора по еврейской автономной области, главный санитарный врач области Павел Викторович Копылов. Автор радио «Биробиджан» напоминает, что для профилактики коронавирусной инфекции необходимо избегать посещения общественных мест без особой необходимости носить средства индивидуальной защиты органов дыхания и перчатки, а также как можно чаще мыть руки с мылом. В студии с вами был Игорь Сукачев. До новых встреч в эфире Автор радио «Биробиджан». Программа «Народ хочет знать» на Авторадио. Автор радио «Биробиджан». Автор радио «Биробиджан».